всем привет глава 12 дарим моря это gta вот и какая это мафия 2 мой дом сгорел вместе со всеми сбережениями были даже какие-то проблемы с полицией но иди все утряс страховки на дом у меня не было так что пришлось пока жить в этой дыре пока не встану на ноги но мне хоть удалось спасти лео он исчез без следа вряд ли даже фрэнк винчи знал где он теперь и хотя генри не смог выполнить заказ иди все равно взял его к нам когда узнал что лео скрылся из города у нас джо появился новый напарник кто-то звонит давайте вы наверно попроще будем одеваться мы пока не дон корлеоны в костюмчиках расхаживать привет это генри эй я тут затеваю кое-что по-крупному ты тоже мог бы поучаствовать если хочешь подъезжай в линкольн парк поболтаем и ствол возьми ладно ну до встречи так езжайте на встречу вот это выход у нас ну типа того так эта тачка которую мы тут оставляли прошлый раз по-моему мы на это приезжали до пока вообще да посмотрим в там вот это гараж да и все наши машины здесь надо это раздолбайку возьмем у это исчезло смотри то что наша сама первая машина еще оттуда из сороковых так давай зачем этом и где вот мы где нам ехать вон туды но им по пути заскочим магазин оружие чё по бабкам ноль понятно заскочили ладно тогда я хотел и тачку починить так сказать как сказать то отдать ей должное столько лет нам верой и правдой служит куда упрете то посмотрим все таки настройки игры нет настройки управления так l3 это за рулем клаксон то есть во гудок на квадрат вот она чё натуре вы какой-то какая-то у нас девятая серия по-моему где-то серии к биби колку нашел сейчас будем все дорогу ехать биби копы и пипип вам ай блин ай блин чё для старушки-то еще бегать ну я так думаю туда на машине не стоит заезжать тут ее оставим хотя я бы мог и на машине все заехать чё там где генри ты вот здесь где-то простите сар раз когда он флоп а вот и он как жизнь привет вита садись джо уже здесь я тут немного покопался в делишках карла а и единственная причина почему он убил клименты конкуренция тот отбивал покупателей теперь ему нужно убрать последнее препятствие единственного кто может помешать ему стать главным поставщиком городе фрэнка винчи чего ты взял поговорил с надежными людьми ладно интересно а мы причем значит мы можем заняться тем же кило героина во франции стоит две с половиной штуки баксов еще тысяча за доставку сюда и и мы снимаем 11 кусков просто за развоз по дилерам семь с половиной тысяч прибыли за килом да но как же фалькона он не узнает а если и узнает то что пригрозит и потребует долю а но если карла единственный в городе крупный поставщик у кого брать товар об этом я уже подумал что вы знаете о тонках китайозы какая-то организация китайских иммигрантов да я же говорю китайозы да но это еще и прикрытие для других операций они заправляют китайским кварталами больше никуда не лезут но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром и тут им нужны посредники напрямую работать с китайцами люди боятся и мы посредники да для начала нам дадут 10 кило за сколько 35 тысяч а за сколько она уйдет за 110 класс так ну и главное откуда мы возьмем 35 штук есть один расставщик еврей из палисада он даст нам 35 если вернем 45 получим прибыль по 20 штук на нас неплохие бабки за перевалку с одного места на другое ты понимаешь куда попадет вся эта дурь а тебе что за дело главное чтоб не в наш квартал что винчи был прав наркотики это плохо они убивают слушай ширяются только дураки и неудачники если им жить надоело я только рад помочь особенно за 20 штук я нашел клиентов гетто сбыт они берут на себя об этом думать не надо вы в деле или нет я в деле это не будь дураком 20 штук за один день когда сейчас если мы не согласимся тонги найдут кого-то еще давай вида все будет в ажуре тогда поехали к бруно вида доставишь нас туда он на палисад стрит ладно поехали такова двое они не сядут мою тачку по-моему она у меня двухместная жда да они не умеют садиться машину все не влезут хотя там сиденье есть вот я бы знал что это тоже здесь блин прохиндей пошита пешком чем могу вам сказать ребят искать машину с четырьмя дверями он стоит погнали отсюда тачка тип которому мы идем его зовут брун он едва ли не один городе кто может одолжить столько если он нам не даст тогда что тогда сделка отменяется но не бойся я его знаю даст больше таких бабок нам взять не откуда есть еще трое но если ты готов просить 35 штук у карла или фрэнка винчи вперед из песни нет уж спасибо а кто третий он уже не при делах кто-то взорвал здание где были все его парни а потом расстрелял его в упор из автомата а это слушай мы же договорились не будем об этом так что генри этот тип купается в деньгах я думаю он получает бабло от боссов из других городов что заседают в комиссии и кстати надо обставить все по-тихому а ему можно доверять конечно все серьезные люди постоянно если мы расплатимся вовремя проблем не будет никогда это у нас то проблем то не было у нас постоянки не проблема вот в чем проблема наша проблема в том что у нас постоянно проблема так вроде бы на месте так и куда ну чё а вот здесь видимо до вход да явно привет парня мэйк бруно привет генри если вы с оружием давайте его сюда я вас обыщу привет бруно здравствуй генри чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня мне нужно 35 тысяч двадцатками а это же столько денег генри столько денег таки скажи зачем мне давать столько денег такой мелкой сошки как ты убеди меня у меня верное дело концу недели верну 45 штук какое верное дело прости бруно секрет фирмы тогда 45 мало меня больше устроит 65 это круто даже для тебя 50 и не больше генри генри у меня нет гарантии что ты вернешь деньги а тебе больше не к кому пойти так что скажем 60 считай что это не процент а скорее моя доля прибыли 55 точка иначе и браться за дело не стоит идёт я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня ты вернешь мне 55 к пятнице если не отдашь долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю все будет в пятницу ладно айзек подготовь 35 тысяч двадцатками видишь я тебе доверяю генри но если надуешь вспомни мудрые слова из библии и возгорится гнев мой и убью вас мечом и будут жены ваши вдовами а дети ваши сиротами исход глава 22 стих 24 потрясающе вид у тебя совсем не богомольный но на всякий случай учтите деньги не мои так что даже если вы от меня избавитесь долг никуда не денется так что без глупостей мальчик конечно бруно спасибо айзек пересчитаешь генри поверю тебе на слово и верну все в пятницу вместе с твоей долей очень надеюсь удачи мальчики капец так то такие суммы блин таких людей занимают вот так чуть-чуть не так пойдет это же капец потом до конца жизни не расплатишься дожди куда мы вышли то да короче поехали вот на этой тачке возможно это вообще одна из тачек мафиози да дорога то вон там походу да ой ё молодец я же говорил он даст нам бабки так откуда ты так хорошо знаешь библию генри ты что читал я по воскресеньям хожу в церковь вот и спросил у священника ты ходишь в церковь и отлично понимаю почему ты не ходишь и отлично понимаю почему ты не ходишь много слов нет шлюх и и плохо кормят и плохо кормят да уж точно подмечен оу я там сорок пятого не был что тебя матушка исповедоваться погнал а когда застала меня за тем как я на девку засмотрелся упакую господи ее душу а ты чё когда был в церкви на пасху ну неплохо так сорок первом беру свои слова обратно ад по тебе плачет кто только сейчас это понял не бойтесь я вам обоим местечко займу знаете я как-то слышал про ростовщика по имени Бруно не бойся тот же Тим да и что слышал ну знаешь ведь Микки Краба так который саркир чистит у Карлов заведение у которого всего два пальца на обе руки знаешь почему он такой говорят он задолжал крупную сумму одному жиду из Сауспорта дошло? ну да понимаю ха ха да ты не волнуйся Краб дебил с нами такого не случится я теперь бибикать вам могу всем который меня подрезает всем гадам можно побибикать и пешеходам так это китайский квартал почти на месте заезжай во двор через ворота она сама едет у меня а теперь за мной а нам пушки кстати вернули сюда с оружием нельзя но оно у нас хотя бы я надеюсь или у Бруно осталось или у Бруно осталось вот эту вот эту дистанцию которую мы шли можно было вот так же к сцены показать Добрый день генри мистер вон перейдем прямо к делу вас чемодан достаточно набит посмотри сам одиннадцать фунтов двадцаток сэр тридцать пять тысяч долларов отлично унесите и давайте сюда товар ты хороший человек генри вот вас товар в каждом пакете килограмм килограмм это чуть больше двух фунтов какой будешь проверять окей порядок я рад следующий раз объем можно удвоить с вами приятно иметь дело мистер вон это взаимно окей ну все видишь как просто залезать в машину я думаю не все так просто что это будет по-любому самое сложное позади осталось совершить обмен и мы в данках меня устраивает куда направляемся в хантерс у меня все на мотиве что есть для нас с какие туфли спешкой чьи то почему сразу стрельба начинается такая я чисто я чисто по прицелу а куда двигает а вы где сюда это наверх видимо да да это кита йоза да такое удумали 5 вита да поплыли блин что-то убивает как-то быстро нас до самого начала до бежать от копов до совершить обмен и мы в дамках меня устраивает до направляемся hunters у меня все на мази хочу находи играем что ли зачем почему так быстро валят меня добрый день господа черт подстается мне у вас кое-что есть для нас прости сумки и пропустить не дают а вот можно мы это уже видели чё нам подожди а вот ну того чела в этой патроны взял и ладно что такое то дайте попасть куда он попадает ладно хрен с ним хоть одного то дайте прикончить так значит не будем торопиться вот здесь когда пошли мы прикрывая задницу джо капец козел убежал ты галит это крут все что я их там всех по моему где его черти носят я захожу я прикрою века вперед дрожись от страха а ладно бита поехали приходится делать еще там еще он один цель вижу здесь пошел отсюда так и чё дальше о еще еду я захожу это кто блин и так возможно это не китайцы все таки поехали давай придумай что-то быстрей эти не взрываются бензовоз нас баки может попасть нет он что-то не хочет я так понял один чел остался вон тот вот тачки то наши нет она вон сгоревшая о не они не пацаны блин у нее колеса спущены а мы со спущенным колесом и что-то я не понял а мы а мы со спущенным колесом и и и а чё не так жестко то нас блин откуда мы сейчас начнем только не говорите что опять с выхода блин отсюда и конец они гонятся за нами все оторвись ехай а чё она не едет все она отъездилась садись блин у нас потери валите урода вас понял ой ё куда меня понесло блин отлично отлично а это кто так мимо проходил я думаю я вот почему я эту дорогу не увидел ну и капец так ну я так понимаю разыскивают уже не машину а нас да да это что такое было генри без понятия наверное кто-то узнал о сделке копы точно были ряжены может китайозы решили нас надуть сомневаюсь сомневаюсь слушай я разберусь но сперва надо сбыть товар витов гони к старому складу на хантерс надеюсь в этот раз все пройдет лучше не сомневайся хуже уже некуда правда кому мы толкаем товар разным ребятам эй 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 в каком это смысле разным ребятам разным ребятам ты что оглох что ли от всей этой пальмы я что то слышал про просто перевалим товар с места на место но если продавать по чуть-чуть то бабла то больше я бы предпочел это знать до того как подписался на дело судя по тому как ты в парке трясся ты вообще не пошел да именно слушай так как есть максимум на что ты можешь рассчитывать пахать 30 лет жизни на эдис карла пока тебя не уберут или за решетку не загремишь ты в жизни такого бабла не увидишь если будешь сидеть на заднице когда я плохое советовал ну с талончиками и когда нас чуть не угрохали пока мы мочили того жердяя на сент айленде ладно ладно хватит завтра это уже будет время поехали франкс и не волнуйся сегодня мы видим эту шваль первый и последний раз в жизни разве что плотно этим займемся оу слушай давай разберемся с первой партией а потом будем планы строить ладно ну да я просто сказал витоправ давайте просто доживем до вечера а потом все будет в ажуре да жестко у нас и тормози тормози нервничай я спешу подожди куда ехать не проехать нет вроде ты серьезно бибика ты че такая мы на месте говорить буду я это крутые парни так что без этих ваших шуточек а джо вот это серьезные парни привет парни как дела эээ сгони а чёрт хорошая дурь мы это сделали мы сорвали банк эй эй не гони волну еще не все что такое мрачный генри с каких пор деньги тебя не радуют вот расплатимся с бруно и поделим остатки тогда и будем веселиться ладно ладно чё то опять как то с музыкой да не то по моему да чё то еще не все идет пока гладко да не со всеми клиентами сэпидем флот мут тээээ мут мут тээээ мут дээээ ха мут зэээ мут они работались бедолаги не на если музыка громче играла возможно это выглядело бы не так и так странно хотя некоторые реплики тоже иногда слышно же да как-то не не так звучат в к сценах это мы еще заметили серии 2 3 назад так глава 13 у нас да получается поиграем еще квартира джо 51 года 4 сентября что даже на чай на чай на чай не дам только наводку закрой дверь с той стороны эй тут и втроем можно так 500 баксов нам да у нас появились так и чё делать спать ложится этот телефон так это квартира джо у него по моему где-то в прихожей так на секунду так возьмем трубку да наверное да господи все мимо телефона как-то пробегаю балаганчик барбара у вас деньжата у нас девчата что за проблема сколько так много и что нам делать не хватит даже расплатиться с бруно давай встретимся в парке не телефонный разговор ладно сейчас буду ну капец двигаем пошли джо по дороге расскажу давай классическую день это генри звонил карл узнал про сделку не думаю поговорим в машине такс ну что у джо о опять здесь так давай мы не будем брать вот это то вообще древние как мамонтов у нас только машин мы вот это возьмем что чуть-чуть поцелена выглядит направляемся линкольн парк я встречаемся да ладно и что он тебе сказал в порядке вроде да но карла забрал свою долю мать генри так и говорил если он узнает да теперь у нас не хватает денег чтобы отдать долг грунт а чёрт что же нам блин делать я не знаю соберемся что-нибудь сообразим ну да ядре придумать что ну генри уже придумал бы на нашу голову так она можно там тоже ладно ну по сути наверно то же самое все ненамного дольше да так нам на мост не под мост на мост вон линкольн парк налево линкольн парк почти линкен парк но там жена и на той же скамейке поди сидит до генри в последнее время сам не свой прямо какого хрена исходит черт это генри чего там тем это они его без вы и китайцы да блин как всегда разряжается самый неподходящий момент мать да кто же на такое способен а вита да они больные нахрен дьявол кто же на такое способен сам как думаешь черт генри ты глянь вита ты веришь своим глазам и денег нет джо пойдем пора сматываться генри копы займутся джо это же тот тип что продал нам дурь вон я хочу сказать мы же даже не знаем сколько лет я же говорил а так так тут фиг поймешь что надо было делать ехать за ним или не ехать я думал его прикончить надо а не просто следить а нифига как быстро ну все удал да нет еще не удрал вот он стой ты блин козел ты а вот не раньше не позже тебе надо было выехать здесь ну серьезно ты все мать черт возьми где-то потеряли из-за вот этого козла блин ну ты видишь я дурачок лечу тебе на встречку но притормози ты нет он прет блин эй гад и чё откуда начнем это мы уже видели жалко генри конечно людей по-разному убивают пули бы хватило твари а эти уроды они на голову больные вида они блин сдохнут смысле зачем вот так прямо посреди парка я же сказал больные они я их на ихнюю лапшу покрашу я что хочу сказать мы же даже не знаем сколько их там и плевать мне на это генри уже мертв что хочешь следом за ним отправиться надо делать по уму плевать мне как что делать главное чтобы они все сдохли хорошо слушать их там точно больше чем двое и что чем больше тем лучше мать его а нас пока что только двое можно конечно позвонить карл рассказать что у нас тут творится и попросить подогнать сюда ребят ладно ладно просто пообещай что не будешь стрелять во все что движется надо делать все по уму понял ладно будем просто за ними ехать я только и не понял китайцам зачем они его убили то осторожно вид это увидит еще знаю я его тоже вижу между прочим с ним то вроде сделка у нас нормально же прошла сейчас будут колесить полчаса по городу китайский квартал но в китайский квартал обратно едут на данном то можно сюда а если бы мы за ними дальше бы двигались они к не сюда поехали бы когда первый раз на таранта я пошел ну мы его нашли пошли прикончим его пока он не смылся с деньгами погоди нам понадобится огневая поддержка мы можем пойти гарри или перебить козлок прямо сейчас тебе решать так по сейчас надо сразу огонь до ты бегать решать я тут же пишут разгромить и красный дракон получить членский взнос урок можешь меня хоть раз послушать не могу видел что они сделали с генри а этот урод за забавен за бар на стойке то чё как у него дела судя по карте до хрена их тут еще этих уродов спокойной ночи чарли чар так спокойно на что ты говори то да блин опять на последний патрон ладно все хоть с пистолетом по ходу ходить подождем вылезет то ты стрелял да блин они снизу лезут на подожди вниз что ли обратно ладно иди первым вида тебя попасть сложнее спасибо что там еще какой-то ты так то вообще какой-то уборщик где этот чертов мерзавец он наверняка пошли дальше на патроны закат не важно пулю меня много то у меня мало вот они все чему-то о подожди подожди как его взять того подожди вот-вот кто вас придурков стрелять учил а ты чё мы тебя с пабуком зажарим чего ты сказал вон он какого черта на сверху сломалась это вообще бессмертный какой-то вижу же его спину а этот чё автомат чё он не берет как его взять то он автомат не берет возьми автомат как его взять то этот автомат не берет что ли пьяный мастер тихо вито с каких это порты шуметь не любишь их там слишком много давай снимем его тихо и чисто вот каким образом так ладно ползем вот тут так это крыса а дальше тут как-то так вот выжил сразу нас хотелось с тобой ссорить патрону болит перезарядка чертова это целый однако лаборатория так он там был где-то вон ледра башу ой блин глупая постоянно проигрываю на меня уже здоровье блин тут я блин вылажу ну подожди ты блин 10 5 секунд а тихо с каких это порты шуметь не с тобой что джо слишком много давай снимем его тихо я не умею подожди вот ты думал в прошлый раз тут один стоял ползем вот тут добавить взять кто ты его убил молодец они уже здесь были они теперь знают что мы здесь поэтому я жгу по-тихому от не ко мне гранат чтобы им туда жалко нету вон тот гад блин козел смотри а я вот там сверху ждем снизу так так еще двое до того как то это последний видишь все не так плохо да да если нас узнают я об этом услышит карла поэтому свидетелей не будет тут внизу еще наверняка кто то есть и все ты труп ты уродка согласой чего вам тут нужно а сам ты как думаешь что нам нужно мы хотим знать зачем ты нашего друга убил и еще деньги которые ты у него забрал у меня не было выбора у вас друг был информатором ты чего с катушек съехал нас человек бюро наркотиков сообщил что генри томасина передал им информацию о нашей сделке врешь сука ты говоришь генри был крысой да он был крысой бред какой то вообще чушь наверно с той подставой что с нами случилось после сделки ты тоже не при делах да мы что стали бы так глупо рисковать уничтожать собственный завод еще одна причина от вас избавиться с самого начала от вас были проблемы вот как ну теперь все твои проблемы позади так где наши деньги их тут больше нет что где они мать твою не могу сказать если сейчас не скажешь я твои желтые мозги по всей комнате размажу если я вам скажу то меня убьют что ж твой выбор ты с ума сошел а чего ты хотел отпустить его а вдруг бы он разговорился так черт он ничего бы не сказал они ребята крепкие давай валить отсюда пока копы не набежали убирайтесь с китайского квартала к чертовой матери я не против я только за боюсь они не скоро теперь откроются было бы время я сжёг бы все к чертовой матери так здесь можно выйти нет криса смысле чё кто под информатом кому он информировал то копов или кого кого мог информировать рынка мать твою ну живи то валим отсюда их слишком много быстрее найди нам тачку переоденьтесь а где тут переоденусь так все шляпа вон там но тут как бы так ты разбивая окно ни хераси не сразу просто по нам валить вот как вот я должен сделать скажите мне пожалуйста если они сразу лупят они вот попробовать на ящик залезть него на крышу и свалить мать твою ну живи то валим отсюда их слишком много быстрее найди нам тачку нет да он маньяк вас понял ты чё прибежала они сюда бегут сами напросились копы у вас был шанс ты куда вита хорошо сбросили отвези меня домой это было это был трындец да ну да не хочу говорить об этом отвези меня обратно на хад а чё у нас уже колес нет а я как раз встал но я только я так мог встать только я так мог встать а описание рост 6 футов темные волосы худаща понял да ну все уже не купить еще весело и так то ну все тут уже переодеться заехал называется да кто-то переоделись отлично переоделись я заехал переодеться и все как-то пошло по плану вообще не по плану пошло ой капец жесть какая тебя в задницу укусил ким блин тут еще ехать доставалось елки-палки нафиг нет эти приключения нужны были вот он сделка сплошной геморрой это мне говоришь генри мертв деньги потеряли перебили столько китайцев а если они решат что мы от карла значит будет война попали мы а если генри правда был крысы не может быть не смей так говорить ладно сперва добудем денег для бруна хоть это уладим на сегодня хватит мне надо выпить завтра позвоню будем решать ладно ладно до встречи и виша будь осторожен да мы в полной заднице китайская рагу так ну все на этом мы закончим эту серию продолжим следующий тут уже какая там глава 3 на 14 по моему будет все на этом до глава 14 сохранение прошло лестница в небо но все вся первый год 25 сентября это будет уже в следующий ну дайте вы мне уже паузу то нажать но дайте нажать пожалуйста спасибо все всем пока заходите в гости кстати с наступающим новым годом сегодня я играю 25 декабря до нового года всего каких-то шесть дней всем удачи здоровья любви в новом году в мирного неба над головой еще увидимся в этом году я надеюсь всем пока пока